Субтитры создавал DimaTorzok 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 да, вот это всё оплачивать, а если вот это делать осознанно и понимать, куда это на самом деле, и что этого нет, и что это, ну, цифры, это, ну, оно нечислило. Вы делаете обмен себе. Какие ощущения ещё после Дикши? Есть что рассказать интересное? Что кто почувствовал? Я дышала несколькими органами, когда начала дышать маткой, я увидела клапан, который открывается и закрывается, открывается и закрывается. Потом я стала дышать клубком, и меня почему-то на правой ноге под коленкой такое ощущение было, каким нежным шёлковым платком прям вот так вот вокруг ноги прошёл. Это было очень необычно, и я не знаю, как это коленка и подколенка связаны с клубком, вот, но ощущения были реальные физические. А все физические ощущения вообще испытывали? Да, у меня был момент, я тогда начала дышать, просто отдыхать дыханием, у меня прям сдавило горько. Я начала дышать сердцем, первый раз, наверное, увидела, как я как-то до этого визуализировала, в данный момент стала просто наблюдать, я прям видела, дышит каждый орган. Когда визуализируешь, ты пытаешься навязать свои какие-то условия со старыми своими шаблонами? Да, а тут я просто наблюдала и дошла до того, что у меня было ощущение, что у меня всё тело такое вот прям мышцы, кожа, всё дышит, дышит, дышит. Да, дышит, дышит. И, ну, ощущение в горле подутихло, но вот этот момент как будто... Как ты думаешь, почему у тебя горло сдавило? Чтобы не договариваю. Сложно сказать! Ты же сказала! А сложно это ложь. Кому как сказать? Поняли, да? Да. Мы вообще говорим неосознанно на самом деле, но если вы будете ещё понимать, что вы говорите, не то, что там другие говорят, а то, что вы говорите, вообще офигеть. Какие были во время движа просто? Ну, когда всем становишься, я не знаю, такое чувство, ну, когда ты всё, это непереводимо на самом деле на слова. Есть ещё какие-то ощущения? Нет, я ощущение было, что я отключила, когда что я уснула, но вот сейчас Оля говорит, что это ощущение, что у меня не было. Изначально такая тяжесть в желудке, я не могла понять, что уж мы понимали так, чтобы да, я не мог понять, когда упала в желудок, я думаю, вам, Паладина, привет, я всё могу. Что здесь от жизни? Глазия в любой момент теперь могу. И сразу ощутилась лёгкость, и всё, я улетела больше сердца, а наполнилась, вот как, знаете, фантан, фантан включился, и вот эти струи фанталировали, и я понимала, что мой сердце наполняет треморангум, это наполняет всё меня, всё тело, а вот хорошо в этом ощущении Бог. Было хорошо. Было хорошо. Сначала наблюдала просто за воздухом, а потом вот это свет. То есть ты дышишь светом, выдыхаешь свет, и это прям сияние, причём отдельно каждый орган, в чём мне покрылся мозг, свет ярче-ярче, ну то есть тоже вот это всё раз хорошо. А по ощущениям? По ощущениям радости внутренней, то есть она какая-то тише, то ярче, ну вот как бы дышит действительно. Радость, это какая-то влагость, ну вот очень хорошее тело. Ого! А тело очень хорошо прям показывает. Вы даже вечером, этот инструмент сейчас к сеансу не относился, но он просто как дополнение очень классный. ночью можете засыпая, если что-то, какие-то органы всплывают, так же закрыть глаза и ответить себе на любой вопрос через него. Это очень классная техника, если кто догонит её. Давай мне. Она мне дала? Нет. Почему? Потому что ничего. Процесс не принесло. Все поняли? Давай мне. Она мне дала? Нет. Да, дала, но она не дала. Нет. Так она мне дала или нет? Я дала? Дала? Сейчас не закончилась, конечно. Нет. Еще раз. Она мне дала или нет? Нет. Или да, или нет? Нет. Не дала. Почему? А сейчас дала. Что такое дать? Это взять. В первую очередь дать это... Позволить. Это взять. Она мне не даст, пока я не возьму. Не даст, пока я не возьму. Я должна взять, чтобы дать ей дать. Когда я беру, что я делаю? Я, во-первых, даю ей реализовать свое желание дать мне. Она в избытке. Она переполнена. Она хочет мне дать. Это ее желание. Я даю ей исполнить ее желание. Дальше я даю себе взять. У меня недостаток, скорее всего. Или я хочу себе дать. Ну, не будем говорить недостаток, да? Но я себе даю. Чтобы мне себе тоже дать, мне нужно взять. Позволить ей дать. Я себе не могу дать. Не могу, пока я не возьму. Мне надо осознать, что мне надо взять. И это не такой простой процесс, как мы думаем. И, а если вот у меня есть подарок и подружка. Я за три дня до этого начала о ней думать. Я так не хочу подарить подарок, так хочу. Все, мой моток уже к ней пошел. Уже столько внимания туда. Уже, я уже туда все отправляю. Дальше я беру иду там, покупаю какой-то предмет для своей подружки. Наделила его вот этим всем, о чем я еще думала. За три дня. Я ее несу. Несу. Я хочу освободиться. Я хочу исполнить свое желание. Я хочу ей дать. Я переполнена. Я о ней думала. Я ее люблю. Я ей даю. А она мне говорит. Дорого. Не принимает у меня. Она меня оставила с нереализованным моим желанием. Со всем вниманием, которое я туда загоняла, непроявленным. Проявленное это вот эта штучка. Я ее купила, еще пошла, да. Ну, то есть, понимаете. Я ее проявила. А за этой штукой еще стоит куча непроявленного моего внимания. Мое желание за этим стоит. Тут такая вообще система, она громожденная. Она берет и отказывает. Как я себя чувствую? Правильно. Ну, кто как сейчас. Кто. У каждого свое сейчас ощущение будет, да. У каждого свое. Но я осталась с тем, что было предназначено на самом деле другому человеку. У меня не получилось реализовать свое желание ей дать. Я так хочу делиться. Я когда делюсь, я умножаюсь. Клетка делится на две, становится две. Каждая еще на две делится, становится четыре. Это размножение так идет. Когда я даю, я расширяюсь. У меня больше становится, этого больше становится везде. Давая, я размножаюсь. Ну, можно так сказать, да, грубо говоря, если перевести. То есть, когда я даю, я на самом деле пополняюсь. Беру. Мне отказывают в этом. Меня оставляют вот, ну, совсем вот этим. Проявленным, непроявленным. Ни желание моё не исполнилось. Ну, и чувства у меня так себе. А плюс у тебя есть противоречивое желание не брать и не давать. Она, что сделала она? Она еще в долгах сидит перед собой. Потому что она не дала себе взять. Она осталась в долгу перед мной, потому что она не дала мне реализовать мое желание. Да? То есть, она заблокировала вообще, ну, у нас понятно, что это встречка, вы же понимаете, да? Но показываю, как этот процесс действует. То есть, я осталась со своим, она ничего не приняла. Она не дала мне исполнить мое желание. Она оставила меня с тем, что было предназначено ей. Я не могу это никому другому предназначить. Когда дарят дареному корю, зубы не смотрят. Подарок нельзя передарить. Я ей даю? Она эту штуку передарить может отдать. А что за ней стоит? Вот это внимание, моя любовь, которую она принять должна до кучи, если она осознанный человек. Она понимает, что это не просто штучка. Я о ней думала, я ее люблю. Я вложила сюда очень много чувств и еще ей там дала, у нее там целый, она уже вагон приняла от меня всего. Карандаш она может отдать дальше. А все остальное она уже никому никогда не может отдать. Потому что это уже чувство, потому что это уже, если она осознала, да? Она уже все в себя. Это она никогда никому не может передарить. Потому что есть вещи, которые нельзя передарить. Именно об этом говорится. Это олицетворение только всего. А еще за этим посмотрите, что не проявлено. Она с долгами осталась и во внешнем теперь будут долги проявляться, конечно. То есть посмотрите, как оно многоэтажно на самом деле. Это даже не просто я должна взять, чтобы дать ей дать и чтобы себе дать это. Это там, что там стоит желание, святая святых на самом деле. Собственно, и есть оно творчество, творение. Не я желание свое не смогла исполнить. Ну, то есть там полная карма. Я шучу, конечно, да? Но суть в том, как мы вообще берем, как мы даем. Это процесс неотделимый. Это и есть вот этот круговорот всего в природе. И посмотрите, как это действует на более масштабном плане. Оля, жадность. Видите, как? Жадность? Мы готовы взять. Это уже здесь есть подавление жадности. После вот этого случая, по идее, моя жадность больше никогда не захочет ей дать. Мне вот этого всего понятно, а вообще нафиг не надо. Я жадная. Жадность. Она ценит все. Я ценная сама по себе. Я жадная. Больше я с собой сама вот так поступать не буду. Туда я больше не пройду. Жадность отрегулирует вот это все дело. Она поймет. Я жадная, потому что я знаю, какое мое внимание. Я знаю, как оно. Жадная для себя. Я это все, да, я срегулируюсь. Жадность, она помогает. И я, конечно, никогда не отдам свою почку, потому что я жадная. Я жадная. Я принимаю это качество в себе. Я ни почку, ни руку, никому ничего не отдам. Жадность у меня всегда остановит вовремя. Что дать, а что не дать. Что решить дать, а что не решить дать. Вот она жадность. Она очень здоровая. Она никогда в жизни не высунется. Она настолько все тихо, спокойно регулирует. И если она не подавлена, это жадность. Да мы даже про нее никогда не вспомним. Она очень здорово функционирует, вот эта жадность. Жадность всегда остановит щедрость. Отдать вообще все, оставить себя без ничего. Всегда. Это пара. Она схлопывается. Жадность и щедрость – это одно и то же, если рассмотрите. Жадность регулирует щедрость. Щедрость – это правильная жадность. Моя щедрость больше туда не пойдет. А я жадная до умножения, поэтому я больше даю. Потому что знаю, что мне это пипец как возвращается. У меня избыток. Я хочу этот избыток владеть. Только отдавали, я буду еще больше расширяться. Мне нужно, чтобы у меня принимали. Я хочу давать дать. Я хочу исполнять свои желания. Я хочу давать, в конце концов. Мне это важно. Мне надо, чтобы у меня брали. Это взаимодействие на уровне… Мы сейчас показываем на… Ну, понятно, да, на каком… А на самом деле это внутри меня механизм. Так что мне надо осознать? Что я сама с собой там делаю? Как у меня там вообще эта система-то не работает? Я сама не даю вообще себе там ничего другого. Не дать, не взять. Нежелание свое реализовать. Только тем, что у меня вот этот механизм внутри меня не разобран. Если я не взяла, значит, это в тебе, да? Ты сама себе не видишь, да? Ну, просто удобнее показывать, да, вот как это в процессе. Да, видите, потому что мы-то думаем, да ладно, он мне не дал, а ты не дал. А ты возьми. А ты разреши себе сначала взять. А ты посмотри, что стоит за тем, что он хочет тебе дать. Ну, то есть, смотрим глубже, меняем уровень мышления, да, смотрим на непроявленное, смотрим, что вообще, значит, такое подарок. Это осознание, давать себе себя, это осознавать себя творцом и творить. Ну, можно же себе дать и другим дать что-то такое классное, а можно дать словесно, не очень хорошее, ну, типа якобы не очень хорошее. Как вы это поймете сейчас? Да, если пинка именно дать. Она рассердилась, что-то высказала. Что-то прям. Ну, да, может, высказала, может, и пнула. Ну, вот то же самое, карандаш передавали, а теперь мы передаем пинки. Нет, здесь был подарок. Здесь внесли подарок. А тебе штат же подарили, а что ты взяла, что подарок, только вот карандаш. Нет, я и говорю, что что-то хорошее. А можно подарок дать словами? Ну, какую гадость сказал тебе, кто-то. Можно гадостью, можно пинком, можно подарить перфоратор. Девочки. Я сама себя пинаю. И как я это принимаю? Вопрос. Ты говоришь, дать, взять. Дать можно много что. Нет, ну, это мы опять входит. Можно дать в подарки, дать взять. Мы, когда в позиции творца, мы, в принципе, видим уже, что мы себе даем через эту жизнь. Ну, вот здесь и сейчас, что мы даем. Ну, это все дать взять. Вот я, вот мы вот эту точку, которая разворачивает и прошлое, и будущее, и вообще все сейчас. И сейчас я понимаю, что я себе, ну, как бы, да и всеми ситуациями, что я даю. Это и есть, ну, собственно, принять и хахнуть эту действительность. Ну, вот подходила девочка и говорила, образование, что ты не имеешь, или там... Самоучка, неумеха. Воля сама себе сделала подарок, веди этих слов. Потому что она на этот подарок такое открытие открыла в себе. Новое. Да? Да. Я, конечно... Мы говорим-то о принятии, то, что нужно, чтобы принять, нужно давать, чтобы давать, принимать. Я прикинула себе благодарности, да, и самоучкой, да, что это вот... Нет, там внутренний ребенок подходил мне. Да, да, как бы, ну, то есть там, конечно, у меня сразу похоже там... Что такое любовь мы разбирали? Внимание. Представьте, сколько там внимания у человека к вам. Там за этим пинком, как Оля говорит, вот вагоны... А, это я про критику, да, говорила. Ну, вот, вас человек любит, да, он вас критикует. Ну, это любовь такая. Он хочет сделать вас лучше, а в любом случае. А, давай, пошел! Вы рассмотрите... Ну, хорошо, прикиньте, как ему тяжело вас любить, еще вот эту через критику, да, мы сейчас вышли в другое пространство немножко, да, но вы увидите во всем любовь. Это внимание, критика, это тоже внимание, забирайте ее, не будьте в долгу, берите все, прям, как вот, принимающую вот эту вот темноту, все, прям, лопатами. Это то же самое, как мне вчера, посправили, что машина, прям, бейте вообще все. Деньги, деньги, деньги у меня. Я такая, ууу, чемпионер? Деньги, деньги, деньги! У меня прям такой, потом, ну, девочка такой мне подарок сделала, это просто космос. У меня же Евро везде. У меня же Евро везде. Круто. А я не знала, да? Я там, да. А потом я заскринила, ты такая дура, безмозглая, я безмозгов, безмозглая. Что там? Машель. Делайте себе, понимаете, делайте себе подарки по всякому, и все это принимайте. Получается, жопы все, это наши подарки, естественно, и все. Себе, конечно, принимаем. Понятно. И вопрос-то, когда вы лично пинаете, жопу другому устраиваете почувствовать, почувствовать жопу другому. Это вы ему такой подарок делаете. Это любовь, просто любовь. Все же в шаблонах «я хороший» и «я хорошая». Ну, это сейчас уже и на эту позицию, на эту уже на все. Подавили себе, там, то, что вы хотите высказать. А эти подавленные блоки, они в вашем теле, как болячки проявляются. Когда мы себе что-то мешаем и какое-то качество подавляем, она жадная, нельзя уйти. Мы просто не нашли в этой жадности все хорошее, которое она нам дает. Взяли и подавили. Она болит, когда подавленная, она болит. И сразу начинаешь косо с миром контактировать, да, вот с этим, с внешним пространством, даже когда забываешься. У тебя такой перекос идет, ты даже не понимаешь, что она у тебя подавлена. А у тебя желудок болит, что переварить ситуацию не может с этой жадностью. Проявляется. И это надо найти, что как бы я там подавляю, какую я себя, не можно быть, ну, плохой элементарно, да, там. Ну, то есть, все, берите все. Не бойтесь быть так же, не бой и отдавать. Потому что, беря все, вы расширяетесь до того самого большого состояния, которое знает все. Расширяетесь. Короче, взять и сказать спасибо, а потом еще выдавать. Благодарю. Надавать тоже можно, ты дала себе вот эту агрессию, это же классно. Ты представляешь, какой у тебя там, ну, выход пошел во мне, да, ты проявилась. Ну, то есть, это тоже ты сама себя провоцируешь, тебе это надо. Ты должна себе вот этого дракона показать. Вот в тот момент получил подарок, подарок, а ты получила подарок потом, как следствие осознания того, что ты сделала. Это тоже в твоем подарки получили. Это проявление во мне, как бы, внутри, да. Понятно, ты осознаешься обложения. Смотри, как он у тебя. Есть такое выражение, добро не считается принятым, если ты, не получил за него по башке. Вот так вот. Вот я нашла в голове. А я вспомнила сейчас. У меня аж сплющилось. Ну, добро и зло, если мы сейчас начнем рассматривать одно и то же, получил, это когда тебе дают. Дают. Ну, по башке, там, не знаю, сознание, да? Или подарок. Что такое добро? Ну, сейчас мы трансформируемся до того, что мы, эта штука означает принять в себе еще один пазл чего-то, чтобы потом его отразить во мне. Вот это добро. Вот полностью, да? Пока оно вот здесь, вот добро, это хорошо. А когда его много, это перебро. Нет, а есть такое слово. А перебро в переводе это зло. Перебор добра. Потому что зло, да, слово, чрезмерность, чрезмерность больше, вот это вот, если есть зло, если на тело, да, как раньше было. Ну, опять же, а зло, а зло, а зло, а зло снаружи может сигналить уже о том, что, как бы, ну, там, обрати внимание, для тебя это добро, потому что это твоя сигналка, как бы, ты осознаешь. Получается, что оно скопывается, ну, нет, ни добра, ни зла. А я сейчас прокомментирую вот этот момент про добро, когда не причиняй другому добро. Когда вы это делаете от переизбытка, у вас это есть? Раскидывайтесь им сколько хотите, возьмут все. Но когда вы пытаетесь, у вас любви к себе нет, а вы пытаетесь их залюбить, у вас денег нет, но вы еще и ниши помогаете, у вас того нет, того нет, того нет, ну, вы это не ощущаете, у вас, конечно, все есть, если вы это в себе не видите, у вас недостаток этого к себе, а вы раздаете, и, естественно, вы раздаете кредит к себе. Тот, кто берет у вас кредит, понимает, что это ваш кредит, ну, в смысле, не умом, понятное дело, творец понимает, что это кредит. Это его сосет. Это уже следующий уровень. Чтобы сейчас не путать, не шарила, не создавать, мы даем, ну, как это, он берет в кредит, он берет в кредит, твой кредит берет. Ты его дала, нет, нет, а что? Ты даешь от недостатка, ты у себя в кредит взяла, вот то, что у тебя нет, еще и дала. Да. У меня к себе вообще любви нету, но я хочу вот долюбить ее или там мужа, но я вообще себя вообще не в прошлом стану, я не люблю, но вот ради подруги все готово, а себя вообще унижаю, а вот ради нее я ей это даю. Ну, я беру у себя в кредит, я себе должна, мои долги уже начинают там в банках копиться. А, интересно, а с подругой что происходит? Подруга получает то, чего у меня нет, но она это получила, я вырвалась. И дальше что? Хорошо, ты это подруга, ты получила, представь, я деньги в кредит в банке взяла и тебе дала. На. Поплати. А ну, а кто? Давай. Ты. А что это я? Я тебе отдала. Ну, договор переписала. Я за тебя взяла, тебе отдохнула. Спасибо. А, все, все ясно. То есть подруга становится должником. Да подруга кредит эта баблачка, она точно такая же получается, обездоленная, как и никто. Ну да, я говорю, она становится должником. Подруги нет, вместе вам не. Ну, то есть, хорошо, что ты, мама, нахожусь в банке. Подруги-то нету? Да. Я взяла кредит. Это уже не важно. Я хотела как раз похожий пример привести. Вот, например, есть мужчина, который дарит машину мне. Я вижу, что этот мужчина, например, он не владеет сейчас этими финансами, чтобы взять мне машину. Он берет себе кредит, покупает мне машину. А мне уже неудобно, как бы, вот, это все правильно. То есть, не ощущение, что я возьму, как бы, он... Добро впрок человеку не пойдет. Я вообще ненавижу эти ненавижу услуги, когда на меня навешивают. Ну, понятно, это я на себя навешиваю. Они мне тазилькали. Ну, раньше-то я это ненавидела, потому что я не была в таком горчине. И я понимала, каждый раз все эти подарочки, от души они или не от души. Ну, это, блин, чувствуется, правильно? А не от души они, потому что... Что такое от души? Это вот, когда у человека переизбыток, из него льется эта любовь. Ну, он делится. А когда не от души, понятно, оно от себя отрывает. А я плохо себя чувствую, мне это нож, а мне вообще нафиг не нужно. То есть, все происходит, все из недостатка, и одного, и второго, на самом деле. И такое может происходить. Но там будут закопаны подавленные качества. Но это уже другая история. А как отказывается? Потому что сейчас мы просто сильно намешаем. Сейчас, если мы еще это начнем объяснять, ну, все намешается. Пусть на дворцах вот так все останется, на действительности, на вот этой распаковке, да? Это идеально. Очень интересно было бы послушать ваши там, сегодня-завтра пишите рефлексию. Вас она еще 2-3-5 дней будет вот так прям догонять. И каждый раз будете говорить, блин, я вообще там, оказывается, не поняла. Вот сейчас поняла. День пройдет, блин, я вообще ничего, оказывается, не понимала. Ни первый, ни второй день. В третий точно поняла. И вот вас прям вот такие вот осознанки скажи. Было такое, да? Ну, я даже слушала, когда девочек, у меня такое, да ладно, вот точно, это же мы точно. Вот пипец, ты не совсем. Да, и вот акценты какие-то прям забываешь, а здесь у девчонок слушаешь, и ты думаешь, ну, вот точно, точно. И вот это, и вот это. И фиксация начинается на этом. Просто такой оп-оп-оп. И как будто, знаете, как будто расширять. Вот реально расширение происходит. Потом напишите, какие деньги, какие суммы в кармане пришли. Это прям так интересно по наблюдать, что получится. У меня тоже клиент прислал сейчас запрос на сессию. Час назад. Я когда собиралась, когда увидела этот день в ваш шантаж, мы снили денег, купи-то и билет на москва, и здесь это, ну, что изменится, ну, пятнашку снимешь со счета, ну, что изменится. То есть ты сейчас туда не пойтишь, не поймешь, ну, вообще ничего не поймешь. Почему твоя жизнь не умеется? Вот ты где стояла, ты там будешь стоять. Ну, куда не длинешься вообще в бежутке? Нет, все хорошо. Вот все хорошо, но в бежутке, блин, нет. Ну, давай как японцы уже. Видите, проблемы-то очень большие. И в итоге, честно. Они, в общем-то, не очень большие. Осознание, то есть взгляд на деньги с другой стороны не получило. Это самое главное. И ты спрашиваешь, какие отдачи? А у меня недели не было, естественно. Продвижения вообще никакого не было в работе. Вот чат-то график, и слава, и вот вам. Класс! Класс! А у меня произошло тоже, я сейчас уже подумала, пусть потом. Пока мы тут сидели, позвонила сотрудница, и, в принципе, надо было внести деньги, ну, я не знаю, как это оценить, надо было внести деньги там на празднование 8 марта. И она говорит, ну, вот, это самое, давайте я внесу за вас, а потом мы с вами все равно встретимся, но я думаю, надо. А сейчас еще реальность поменяется, и вообще она даже не вспомнила, что у нас за вас носила. Ну, это не хорошо. По поводу канала Рефлексей, в общем, есть этот канал Творение Реальности, где вы всю информацию об этой встрече получили, я туда выложу ссылку на канал Рефлексей, просто заходите, читайте крошлые осознания, там прям видео мои не надо смотреть, там каждый вам все разложит, прям такие зрения, крутые. Я выложу на канале зрения.